Всем привет, добро пожаловать на мой канал. У нас с вами сегодня вторая часть пустых банок за июль-август, назовем это так. В этом видео, как всегда, и мои, и Натусю пустые банки. Как всегда, кто еще не видел мою Натусю, идем знакомимся по ссылочке. Что у нас в этой части будет? Будет, наверное, уход за телом и чуть-чуть бытовой химии. Просто в плане бытовой химии, чтобы вы понимали сразу, да, то есть наша с ней любовь к Фаберлику. То есть как бы не меняется ничего. То есть наши, как всегда, фавориты. Так, это две моих банки. Это сезо для мытья посуды. Как всегда, с яблочком. Самое-самое топовое. Обожаю его. Ароматное яблоко. Одно у меня из одной квартиры, другое из другой квартиры. Все. С стабильностью. У нас с мужем просто меньше оно кончается, потому что мы чаще пользуемся посудомоечной машиной. Вот, поэтому я больше из своей квартиры от папы переношу это все, эти пустые банки. Вот, но все равно у нас тоже кончается. Я тоже всегда беру. Так, и на Тусину. Давайте посмотрим, что она написала. Так, гель для мытья посуды. Яблоко. Очень классный аромат. Сам гель отличный. Далеко не первая и даже не пятая бутылка. Да, ну вы поняли. И кондиционер для белья. Розовый пион. Классный аромат. Дважды задублен. На белье аромат передает легкой дымкой. Но это вот, кстати, да, история именно Фаберликовская. Они у них очень такие нежно-кремовые, такие, как это, отдушки, я бы сказала. То есть здесь, конечно, вот там, ну, розы нарисованы. Но Натуси любит розы. Я розовые отдушки. Нет. Нет. Не могу. Но с точки зрения, да, именно дымка вот эта остается на белье. Но белье смягчает, как бы, ну, все, если у тебя посуда, понятно, все то же самое. Так, у меня два кондея тоже закончилось. Тоже, как всегда, девчонки, блин, кто любит, у кого какие фавориты в плане кондеев, пишите, скидывайте, потому что я что-то как-то пока вот никак. У меня мой нос прям меня вот рубит на корню максимально. То есть мне ничего не нравится и не знаю. Ну, вот единственное, что, два вот, да, здесь, то, что я просто для вас могу рекомендовать, то, что в целом неплохо, это, окей, магазин, окей, соответственно, да, их бренд, кондиционер французская лаванда. Здесь тоже не сказать, что она прям супер такая травянистая, она больше вот такая более кремовая, назовем это так, вот. Но на белье хорошо, то есть на белье приятно. И, кстати, у меня сейчас какая-то проблема с некоторой одеждой. То есть я не знаю, то есть девчонки, может быть, кто-то сталкивался, с разными кондеями стирала, просто вот с этим уже нету, что он просто закончился. А тут я заметила, что от некоторой одежды пахнет очень плохо после стирки. То есть при этом независимо, постирала я это просто, и оно высохло условно просто, или это я делала, сушила в сушильной машине. То есть от этого не зависит. И при высыхании белье приобретает какой-то очень противный аромат, какой-то сырости, какой-то сырой собаки, псины, я не знаю. То есть в чем проблема? И я не могу понять, на что это может быть. То есть может быть у кого-то просто такая же была ситуация, напишите, потому что я не понимаю. Вот, и второй тоже могу рекомендовать, кто любит цветочные ароматы, это бренд LAM, с ягненочком, цветочный бриз. И здесь, да, вот эффект антистатика, вот здесь прям прессую, с этой точки зрения прям справлялся отлично. Очень легкий цветочный аромат. Это прям цветочки-цветочки. Здесь не розы, здесь смесь, видимо, какая-то. То есть мне было нормально. Вот, и, соответственно, антистатик. Вот, но я вот пока по-прежнему в поисках вкусного кондея с лавандой. Вот, и вот этот вот вопрос с запахом белья, не знаю я пока, что с этим делать. При этом вот, ну не все так пахнет. То есть постельное вообще ноль проблем. Но вот у меня тут платье, вы часто меня в нем видите. То есть вот я даже последнее видео вот с покупки с Вайлберрис, я в нем, да, как раз. И, то есть вот ты его достаешь, все, оно мокрое, нормально, все, пахнет там порошочком условно. После высыхания все, ты его надеваешь, и оно прям пахнет. То есть мне и муж заметил, то есть он потом уходит из стирки, когда высохли там носки. Он говорит, даже носки пахнут вот этой сыростью. То есть я не могу понять, в чем проблема. То есть, в общем, девчонки, поделитесь, у кого была такая же проблемка. Так, от стирки к зубам переходим. Значит, у меня закончилось две зубные пасты. Одна из «Лубки Радуги» от бренда «Консли». Очень приятная такая базовая гелевая ежедневная, я бы это сказала. То есть это не что-то хардкорное для отбеливания, просто базовая зубная паста приятная. Вот это уже более отбеливающая история. Это одна из моих любимых паст «Перл Дропс». То, что было раньше в подружке, и, к сожалению, больше нет. Это именно отбеливающая паста в виде геля. Ну, она типа для курильщиков, ну типа налет снимать, вот этот. Но я пью много чая, крепкого чая, поэтому, соответственно, мне надо. Где-то на ВВБ вроде она лежит, но, конечно, ценник. Кусь. Но единственное, что, девчонки, если будете покупать, аккуратно, то есть курсами в две недельки попользовались, отставили. Потому что, если на регулярной основе пользоваться прям долго, там и утро, и вечер, и еще там больше двух недель, будет очень сильно очистительность зубов, прям имеем в виду. Вот. Но это прям вот так. Просто одна из моих любимых паст, любимых брендов, да, зубных. Но, к сожалению, в открытом доступе нет. Так. LP Care, ополаскиватель, грейпфрут и мята. Вот это прям очень советую девчонке, кто не любит сильно мятный, вот, ополаскиватель, да, чтобы не драло рот мятой вот этой холодом. Здесь это прям вот очень приятная такая, я бы сказала, грейпфрутовая жвачка со сладкой мяткой. Вот. Это вот прям оно. Отлично. Я бы с удовольствием повторила. Но я, кстати, пока только один раз подружки видела. Если увижу, еще возьму. Прям могу рекомендовать. Так. Ну, как всегда, у Натуши ополаскиватель для фолостерта, лесной байзам, таежные ягоды. Чтобы вы понимали, она что-то в этот раз, видите, все напечатано. А вот здесь, да, на отписи, она подписала пушка. То есть на те средства, чтобы я, видимо, на них сакцентировала вам внимание. Ну, давайте. Каждый раз в пустых банках есть этот ополаскиватель. Он относится к категории постоянных покупок. Это уже больше десяти бутылок, поскольку я не выношу мятные вкусы, они щипят мне рот, стараясь выбирать более мягкие варианты. Здесь все деликатно, прекрасно освежает дыхание и помогает комплексно ухаживать за полостью рта. Большой объем, бюджетная цена мне особенно нравится. Плюсую по всем фронтам, тоже люблю этот ополаскиватель. И зубная паста сплат экстрем вайт. Отбеливающими пастами я пользуюсь на регулярной основе. Супруг редко меня в этом поддерживает. Часто у него появляется от них чувствительность эмали. У меня муж, кстати, тоже страдает этим. Но с этой пастой было все отлично. Прекрасно очищает и освежает дыхание. Касательно сплаты тоже плюсую. У меня такая паста была. И она действительно хорошо снимает вот этот весь чайно-кофейный налет. Ну, если гурите, соответственно, да, и от сигарет в том числе. Так, давайте по гелям для душа. У меня закончилось пять штук. Извините. Значит, цитрон, лимон и базилик от Ифраше. Очень классный, освежающий. Ну, вы знаете мою любовь к цитрусам. Он прям такой, за счет базилика, еще вот такой травянистый. Прям все, как я люблю. Претензий ноль. Единственное, что я относительно Ифраше скажу, не годится, наверное, на утреннее использование. Просто в силу того, что он достаточно как-то долго смывается. Вот. Это вот единственный нюанс. Поэтому на вечер, пожалуйста, да. То есть, а утром, если торопитесь, лучше что-то другое. Дальше. Две банки от Эри Флейма серии Love Nature Simple Joyce. Одна ананас и красное яблоко. Эти прям неистово вам рекомендую. Потому что это прям супер вкусные ароматы. Это вот прям действительно красное яблоко. Вот как нарисовано. Вот прям скушать хочется. И здесь, соответственно, ананас. Прям сочный сладкий ананас. То есть, как по мне, вот эта серия, она вообще вот просто это лето во флаконе. По-другому это не назовешь. Кто любит фруктовые именно ароматы в гелях для душа, вот вам сюда. Так, еще от бренда О'БАЗ. Ароматерапия, видимо, это называется. Гель для душа, да. Ароматерапия. Лаванда и ваниль. Очень интересный гель для душа. У него такая как загущенная текстура. То есть, если все остальное, там, арифлейм и фрошет. То есть, ну, ты выливаешь. А здесь он прям как будто загущенный, как желешка какая-то. Вот. Он, конечно, идет с ванилью, но я бы сказала, что лаванда превалирует. И я прям в восторге осталась. То есть, это прям лаванда. И она такая натуральная, прям травянистая, греховатая. То есть, не вот химозная какая-то отдушечка лавандовая, а вот прям настоящая лаванда. И как это вкусно пахнет. Я прям повторила. Я, кстати, изначально боялась пользоваться. Думала, может, отдать кому-то. Потому что ваниль я так как-то, ну, приторно думаю, нет, дай понюхаю. И прям лаванда. И я сразу в ванну. Вот. Поэтому очень рекомендую. Я так предполагаю, что это можно приобрести на ВБ. Просто это я не покупала. Это был подарок. Вот. Но ей для душа пушка. Но тоже, кстати, с точки зрения смывания лучше на вечер. Ну, с лавандой оно и понятно. Так. И еще у нас Арифлейм. Это у нас Сенс и Моменс. Господи. Пайн Сент этот. Хвойный, короче. Все. Я уже заговариваюсь. Это прям очень вкусная, вкусная хвоя. Только вот не химозная, как раньше были вот типичные мужские гели для душа, да, с хвоей. А это прям очень вкусный хвойный лес. То есть, я бы сказала, этим пользовался супруг, довольный, как слон. Сказал, что если будет, можно брать еще. Элемис крем для душа. Очень классный аромат франжепани. Яркий, потрясающий. Крем очень нежно очищает кожу, не сушит и смягчает. Но к Элемис в целом, кроме цены, претензий ни одной. То есть, вот эта серия с франжепани, у нее очень много фанатов. То есть, это прям очень такой насыщенный аромат. Он специфический, не все, скажем так, оценят. Но это прям вкусно. И если вы сухокожа, конечно, вам это понравится. Но вот тут уже, да, от финансов отталкиваемся. А так я тоже могу смело рекомендовать. Гель для душа Арифлейн. Зеленый чай и огурец. Это тоже серия Love Nature. Для не любителей ярких отдушек. Свежие, легкие, классные текстуры. Можно использовать как с мочалкой, так и без нее. Флакон удобный, кожу не сушит. Но я все-таки люблю яркие ароматы, поэтому пользовался супруг. Ну вот, у нас всегда так, да, нам что-то не нравится. Отдаю мужьям. Ну, мне отдушка нравится. Но она, кстати, не сильно чайная. Она больше огуречная. То есть, имеем это в виду. Здесь прям огурчик превалирует. Очень свеженько, кстати. Ну и для мужчин тоже, да, вполне подойдет. Так, еще малышка гель для душа For Me. Это бренд золотого яблока. Аромат черного перца, сандала и кожи. Ожидала яркий, необычный аромат, но он практически не ощущается. Текстура приятная, кожу не сушит. Ну, кстати, вот на эту линейку достаточно много жалоб в целом, да, на For Me. То, что она как-то переоцененная, как-то то, что хайпа много, а толку мало. Аромат странный. Это вот то, что точно необычно, это 100%. Но я бы не сказала, что я бы себе такое хотела. Все-таки специфический достаточно аромат. Так, это, видимо, ее супруг пользовался. Гель для душа Axe силы джунглей. Классный аромат, заполняет всю ванну. Супругу очень понравился. Но гель густой, и мне удобно пользоваться без мочалки. Ну вот, нюансы. Ну, кстати, да, для мужика, наверное, это прям вкусные, экзотические травы и темный сандал. Прям прикольно. Он, конечно, идет типа три в одно, но я не рекомендую все-таки мужчинам пользоваться такими вещами. Лучше гель для душа и все, на волосы что-нибудь другое. У нас тут еще мыльце жидкое. Так, у меня закончилась аллея. Витивер, бергамот. Ну, как бы я прошла мимо, да, витивер с бергамотом. Я бы хотела чуть понасыщеннее аромат. То есть не то, что он там очень слабенький. Я бы люблю просто поярче, но в целом, то есть пахнет очень вкусно. Травянистая, бергамотовая, все как я люблю. Аромат большой, руки не сушат, претензии ноль, бюджетная. Так, у Натуськи мыло еще от Фаберлик закончилось. Экзотические фрукты, это мыло для кухни. Отличное мыло с легким ароматом, устраняет запахи лука, чеснока, рыбы с рук и ножей. Прекрасная текстура, хватает надолго. Плюсую по всем фронтам. Мыло для кухни, фаберликовское, отличное. Как раз вот именно, чтобы устранять запахи вот специфических резких продуктов. Но мне, кстати, вот аромат сезотических фруктов нет. Я люблю яблочко, ну вы знаете. Так, жидкое мыло, Фаберлик, витамания, ананас и лайм. Абсолютно потрясающее мыло с отличной текстурой, ярким ароматом. Аромат натуральный, кислый, что даже появляется оскоминка на языке. Очень классный летний. Дико плюсую. У меня сейчас стоит в ванне как раз именно это мыло. Оно классное, оно прям действительно кисленькое. Вот это вот от кислоты ананаса вот именно. То есть даже вот не от лайма, а именно ананас. Поэтому прям вот кто любит такие отдушки, вам понравится очень-очень. Так, давайте по скрабикам. У меня закончилось два. Один от бренда Литик. Лавандовые поля. Девчонки, я прям хочу повторить. Я прям... Это прям лаванда. Это вот кто любит лаванду, это вот прям вам сюда срочно заказываем, даже не думая. При этом он хорошо работает, хорошо скрабит. Он такой достаточно активный. Божечки мои, я прям не могу. Он соляной. И вот это просто ради аромата лаванды я повторю по-любому. Мне очень понравилось. Рекомендую. Так, и еще скраб слайм с мятой. Это у нас бренд Spivac. Ну, он идет типа для лица, тела и для рук. На лицо, конечно, не надо. Вот. Но для тела отлично. Это как такая более отшелушивающая версия геля для душа. То есть я не скажу, что он прям как-то сверх... Хорошо скрабит. То есть это не такая активность. То есть вот. Он такой действительно как слаймик. И он прям... Ой. Сейчас наем все мяты. Он прям как вот мятная жвачка пахнет. И в качестве, говорю, более интенсивного геля для душа его использовать отлично. На лицо пушка. Очень рада, что тогда купила на Интершарме. Прям супер. Дальше у нас у Наташи два скраба с подписью Пушка. Первый, значит, зайтун антицеллюлитный. Цитрус, манго и ментол. Интересно. Вот такая банка. Этот скраб просто какой-то нереальный кайф. Текстура отличная, маслянистая. Яркий охлаждающий эффект. После применения аж мурашки по всей коже. Аромат особенное удовольствие. Вся душевая кабина наполняется им. Есть ощущение инфляции. Но здесь так написано. То есть, это не то, что я неправильно прочитала. Я не знаю, что она имела в виду. Смотрите. Вот ощущение инфляции. Наташа, напиши, пожалуйста, что ты имела в виду. Потому что непонятно. Прочищается дыхание. Расслабляет после трудового дня. Кожа после него в восторге. Сплошное удовольствие. Может быть, ингаляция она имела в виду. Раз прочищается дыхание. Ну, явно здесь имелось в виду что-то другое. Так, давайте понюхаем. Я теперь тоже хочу его. Ой, 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 ой. Действительно прочищается. Потому что здесь ментола крайне много. Это прям реально хорошо использовать, когда болеешь. То есть, если надо помыться. И вот место гелия для душа. Вот это ты в ванне подышал. И практически выздоровел, мне кажется. Потому что реально очень прям классный аромат. Вот, действительно прочищает. Так, и еще. У нас здесь скраб гамаж антицеллюлитный. Танжерин и базилик от бренда Хочет. Очень и очень кайфовый скраб для тела. Идеальная текстура. Потрясающий аромат. Кожа после применения. Такая нежная. Настоящий спаритуал. Давайте нюхать. Она мне, кстати, говорила уже про этот бренд. Я тоже все никак не дойду его попробовать. Блин, а чем это так танжерином пахнет? Очень вкусный аромат. Тоже как будто какой-то с жвачкой цитрусовой. Блин, я тоже теперь хочу. Так, давайте по кремушкам для рук пройдемся. У меня закончился крем от Исана. Восстанавливающий с элентаином и с каким-то масляным комплексом. Это у нас от бренда Исана, соответственно, сеть Росман. Покупала в Турции. Один из лучших кремов в жизни. Просто на ночь использовала. Он прям с самой сухие ручки. Прям в зиму хорошо. В общем, он всем хорош. Если будете в Европе, в Турции, да, в доступе к этому магазину, да, Росман, и увидите там Исану, приобретайте, вот прям не думая. Две крошки от Фитобомб. Очень классные малышки покидать в сумку. Из Улыбки Радуги. Одна у меня, значит, господи, вишня с миндалем и облепиха. Очень классные вот такие вот реально напитывающие крошки. Я думала, что на лето будет, ну, только на лето и подойдет, а на самом деле нет. То есть я бы себе в зиму, прям до последней капли поводжимала, все. Хватит даже в зиму. То есть вот реально для сумки это прям суперклассно. Прям дико рекомендую. И ароматы, то есть они прям офигенные. То есть что один, что второй. Прям в Улыбки Радуги для сумки берите, даже не думаю. Так, и еще кремушек закончился. Тоже классный. Это турецкий бренд, Далан. С оливками, соответственно, да, на оливковых маслах. Тоже очень классный. Вот такую крошку кинуть в сумку. Вообще пушка. Если в Турцию собираетесь в отпуск, прям обращайте внимание. Хотя мне кажется, что этот бренд был и на Валверс, но тут вопрос цены уже просто. Так, и два крема у Натушки. Эмбер Нат. Крем для рук и ногтей, янтарные ручки. Этот кремушек я привезла из Тайски в Калининград. Ну и ожидаемо. Ожидала от него большего. На зиму будет слабоват, а на лето нормально подошел. Абсолютно обычный нормальный крем. Ну, просто крем. Янтарное масло, пудра и кислота. Давайте понюхаем. Нейтральная тушка. Ничего не могу сказать. Вот, но просто обычный крем. Так, и здесь у нас от Reflame у нее Secret Garden Hand Cream Trio. Гардения, господи, лайлок, сирень, да, и роза. Здесь три крошки. Вот она все три израсходовала. Так, Гардения, сирень и роза. Просто потрясающий аромат и удобный формат для сумки. Быстро впитываются, прекрасно увлажняют кожу без ощущения липкости, жирности пленки. На летнее время просто пушка. Восторг. Давайте хоть понюхаем. Я, кстати, не знаю, мне кажется, это была лимитка. Мне кажется, их сейчас купить нельзя. Так, Гардения. Прям такой достаточно резкий цветочек. Так, сирень. Ой, сирень, вообще сирень, прям сирень. Прям очень вкусно. Так, ну, розы я понюхаю, но ожидаемо мне не понравится. Ожидаемо не понравилось. Так, ну, кстати, вот такие крошки у Арифлейма, у них обычно классные. Поэтому я тоже прям рекомендую. Если будет какие-то такие наборчики, берите. Что дальше у нас? Тут в целом практически все. У меня закончились еще влажные салфетки от Дейспад. Тоже из улыбки радуги. Малина, кактусовая вода и мята. Тоже я их использовала, когда крашусь. Там руки протереть, кисточку вытереть, там еще что-то такое. Очень вкусно пахли. Кстати, салфетки хорошие. Для дома тоже можно купить. Прямо обращайте внимание, девчонки. Так, у меня еще закончилась. Она мне просто порезана. Вообще, это было, типа, вот так, с лаймом. Ну, короче, это у нас бренд Солео. Он уже просто ни в каком виде. Это крем для загара в солярии. С алоэ и с маслом ши и зеленым чаем. Аромат пушку, кстати, обожаю. Я в солярии хожу крайне редко, но я хожу перед отпуском, если мне надо куда-то на море. Ну, и плюс, у меня свадьба была, и я хотела как бы в свадебном платье не выглядеть бледной мышью. Поэтому, солярий. Вот, добила. Вот, тоже у меня, наверное, года полтора, наверное, или два этому тюбику. В общем, вот я его добила. Если, да, есть нужда сходить в солярий, да, девчонки, ходим аккуратно. Не по 15 минут там жаримся, а там начинаем 3-4 минутки, 5 минуток. То есть, но не долго и не часто. То есть, потому что солярий, это такая история очень серьезная. Вот. Но крем отличный. И, да, девчонки, кремами не пренебрегаем, потому что иначе это может аукнуть и потом очень плохо. Так, и у Наточки осталось последние две ее баночки. Это у нас кремушки для тела. Давайте смотреть. Крем для тела Нивея. Очень понравилась легкая текстура. Буквально моментально впитывается в кожу. Отлично увлажняет. Нет ощущения пленки и липкости. На лето просто топчик. Это то, что моя банка, которую я ей отдала, с ациролой. Мне тяжеловато как-то вот отдушка, не пошла. Но вот она использовала. Это я из Дубая привозила. Отлично. Я рада, что ей понравилось. На лето зашло. И еще один крем для тела Tuit. Tuit, видимо, это называется. Это стал мой любимый крем для тела. Я его советую всем подругам и тем, которые купили его в восторге. Нежный, очень приятный аромат. Прекрасная, легкая, быстро впитывающаяся текстура. Прекрасно увлажняет кожу. Обожаю. Нишевый аромат написано. Глубоко увлажняющий. Так, ну-ка, что они пишут? Данная линейка средств для волос и тела Tuit by Julia Godunov обладает фирменным нишевым ароматом. Он принадлежит группе цветочно-фруктовой. В первые минуты раскрывается персиковыми и абрикосовыми оттенками. За ними гармония трех бело-цветочных нот Тубероза, Жасмина и Нарцисса. Манящий, притягательный аромат обладает легким шлейфом. Я, кстати, она мне давала его нюхать. Ну, кстати, да, пахнет неизбито. Очень интересный аромат. То есть, девчонки, если на регулярной основе пользуетесь средствами для тела, на ВБ или на Азоне, я не помню, где она покупала, но я думаю, что это есть и там, и там. Я так предполагаю. Обратите внимание. Так, ну что? Вторую часть закончили. И у нас останется с вами еще третье видео. Это уход за волосами и за лицом. Все, заканчиваю болтать. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.